Елизавета Екатериновна, я помню тебя еще совсем малюткой. Ты была такая лиса, такая рыжая. Тебе столько всего досталось в этой жизни. Я не понимаю за что, просто за что. Можно я в свои 5 копеек ставлю? Конечно. Я помню ее такой пятютенькой. Если память не изменяет, я вроде тебе подарил ее, эту лису, лису или Елизавету. Я ее притащил на корабле, на лодочке и спрятал ее в подарочек такой маленький из люков. Ты его потом открыла, и она оттуда выпрыгнула на тебя. Да, я помню, по-моему, это была одна из самых первых наших животных. Как я увидела их впервые вообще в жизни, этих лис. Какие они были маленькие, Елизавета Елизавета была лучшей лисой. Лучшей. Хоть старая уже кошелка какая-то, сколько ей лет было? 6 месяцев примерно. Уже старая, почти дохлая лиса, но зато в рассвете своих старперчерских сил. Но главное, мы поняли одно, что нельзя играть так с судьбой. И что изначально Филипп ушел от Лизы. И что Лиза ушла из-под венца от Филиппа. Нельзя сводить песца и лису. Песец должен быть с песцом, а лиса с лисой должна быть. Истину вообще говоришь. А можно вопрос, пожалуйста? Конечно, можно вопрос, Екатерина Екатериновна. А откуда у тебя розовый краситель вот здесь взялся на табличке? Почему табличка такого цвета прикольная, а? А, нет, это я специально надгробие для Лизы заказал. Ну вот специально белое с розовым. Потому что как бы она же девочка старенькая была. Вот такой заказал ей. А, слушай, ну прикольно, прикольно. Мне нравится цвет. Вот, да, когда ты, когда я тебя хоронить буду, тоже фиолетовый какой-то цвет напишу. Сыбуна, скорбь идет. Ты че ржешь? смешную шутку сказал в типа все извини смешная смешная шутка ты не раз не смешнила вообще ни разу бедная елизавета лизочка как говорится земля тебе пуховик пошли катя у нас еще много с тобой дел нам нужно отправиться в нашу деревню потому что нам с тобой нужно заработать очень много бабок пошли что прости каких бабок я давно тебе хотел что-то рассказать как можно обворовать жителей ну не обворовать а обмануть потому что нам сегодня катя с тобой нужно очень много изумрудов мне не хватает денег чтобы платить зарплаты подписчикам подписчики же вроде как бы не ну ничего здесь не делают зачем вам платить деньги делают катя делают на предыдущем стриме мы кое что начали строить что пока что сказать тебе не могу вот сейчас за бабах им себе пару стаков изумрудов вернемся я тебе покажу что они начали строить ну слушай это заманчиво предложение мне как раз будет чем расплачиваться с транспортной компании давай держи парочку фейерверков и полетели катя подожди нет я не хочу сейчас на вина вот этих лететь крыльях вот этих вот летающих нет нет мы выплывем с тобой на лодке у меня сегодня грустное печальное настроение поэтому выбирай любую вот коричневый белый в этом крыше лодочное настроение у нас сегодня но тогда выбираю самую мрачную коричневую лодку давай садись давай поплыли кать нам нужна грустненькая песенка которая почтит память лизы мне как одна есть такая на примете ну давай валяй три четыре почему так жесток снег оставляет твои следы и по кругу зачем бег и бежишь от меня ты не дает до утра спать снег растаешь и он вода ты одна лишь должен знать я люблю тебя лиза навсегда как печально грустно и одновременно красиво катя браво браво и катя жопичка вот я всегда хотел задать тебе вопрос знаешь ли ты что такое богатство в майнкрафте богатство это была моя лиза нет богатство это тогда когда у тебя много денег запоминай так надо записать это записать ты не знала катя но я прирожденный бизнесмен и в прошлом и будущем меня криминальное прошлое еще до знакомства с тобой я уже начал обворовывать карманы жителей и воровать у них изумруды которые они оставили себе на черный день ты мой герой смотри герой я крик криминалист криминалист и пока ты не видела я тут начал немножко крышовать эту деревню вот здесь я и вот построил один магазинчик как ты видишь подпольный черный рынок здесь я построил второй магазинчик подпольный вот это черный рынок слушай ну мне сильно нравились опасные парни в принципе которые прямо любят рисковать я люблю рисковать крошка ты это знаешь я это знаю крошка все хватит давай уже деньги зарабатывать короче смотри что нам с тобой надо делать забирай вот эти все доски и эти доски превращай в палки прям щас на моих глазах так берем ставим вот сюда у меня получается дубовая кнопка но нужно сделать просто вот так и получится у меня дубовая нажимная плита как палки делаются две доски получаются палки господи просто две доски поставь все я все поняла у меня получилось 4 палки вот держи тебе 4 палки со всех этих досок которые есть у тебя в инвентаре нам катя нужно сделать палки поэтому все доски перерабатывай прям щас в прямом эфире катюха вот так ты чё совсем что ли это же на веки вечный продлится так в этом то и заключается весь прикол подписчики же просто заспамили все комментарии чтобы мы с тобой катя сделали бесконечную ферму изумрудов потому что майнкрафте лучники вот эти жители всегда ха торгуют хорошими предметами иди сюда так я сделала почти два стака палок молодец иди сюда почти у каждого лучника в майнкрафте есть выгодный торг для нас но не выгодный торг для лучников если поставить 64 палки он нам за эти 64 палки даст 2 изумруда вот так вот так и только что за пару секунд я заработал катя 6 изумрудов подожди так если он тебе так и слушай надо срочно делать много палок у нас будет много изумрудов я правильно поняла так вот в этом то и весь прикол то что подписчики сказали то что лучники в майнкрафте самые ну и не бизнесмены как говорится и у них можно с этими палками просто торговать папа вот так папа вот так так подожди я сейчас себе сделаю пол давай 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 делаем делаем бабки просто в прямом эфире вот еще 10 изумрудов за пару секунд на держи почему мы с тобой все эти там 130 с чем-то серии грубо говоря бомжевали я не могла себе позволить купить аппаратника или саженть березы у транспортной компании а вот это надо у подписчиков спросить а чё подписчики только сейчас коми так это начали писать надо было раньше начинать писать конечно блин мы же только вот из-за подписчиков живем вот они не скажут мы не сделаем они скажут а мы сделаем поэтому надо писать комментарии вот пиши умные вещи так добрый день молодой человек у меня сейчас с вами состоится небольшая с девочкой я вам даю палочки вы мне изумрудики хоп хоп суши так это просто бизнесменом быть это очень легко ну ты буквально за пару минут у меня баба ну смысле девушка только что бизнесмена в прямом эфире стала а я не бизнесмен я бизнес-вуман прошу выражаться правильно я заработала 10 изумрудов ну и сколько нас уже с тобой изумрудов пою почти пол стака да сейчас еще мы тут доторгуем палочками оставшимися и целый стак изумрудов смысле целый стак откуда у тебя целый стак какой это пол стака 32 половина к чё ты тупишь то да 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 точно извините извините пол стака ну надо еще пол стак и тогда я смогу наконец-то расплатиться с подписчиками то им задолжал немножко баблишка подожди то есть это мы все дадим подписчикам да это мы все дадим подписчикам верни обратно пожалует кать но мне нужно заплатить за то что они не помогали строить на предыдущем стриме а я хочу купить саженец березы за 5 изумрудов 5 изумрудов мне за помощь давай быстро сюда иди сломай обычную березу с березы выпадет 10 саженцев березы если подписчики тебе помогают и ты им платишь то я тоже хочу получать свою долю потому что я тоже тебе помогаю слушай держи одну жареную курицу и не умничай хорошо все тихо так 57 еще немножко не хватает так катя и дело на дерево и дело на дерево нам еще немножко не хватать палок давай быстро любой и катя лесорубик давай так мы с катюшкой и вот это тоже еще ломай давай быстро вот этого давай 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 на палок нужны его палки нужны вот это мы конечно бизнесмены прям в убыток жителям все делаем приходим в деревне у жителей воруем дерево и это же дерево им продаем вот эта схема рабочая конечно даже тебе доски сделай палки сам плюс 2 еще плюс 1 и у нас 60 изумрудов катюха почти стак еще пару деревьев нужно давай давай иди давай быстро при одном условии если я получу свои 5 5 этих изумрудов а кукиш с маком не хочешь тогда иди сам руби деревья и просто там где вообще этот вот бизнес отношения между партнерами где вообще взаимовыгода на держи еще одну курицу и не умничай хорошо я тебе за эту курицу знаешь что сделаю не надо со мной ничего делать пожалуйста все кать убери 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 свой меч а вот так вот отношения бизнесменские и заканчиваются когда вместо алмазов ты получаешь курицу жареную мы только что за 7 минут в майнкрафте заработали целый стак изумрудов о вот как раз мы и 5 арма этих самую да почему их алмазами хочу назвать изумрудиков 68 все мне хватит мне хоть мне больше не надо мне больше не надо спасибо спасибо мы еще вернемся еще вернемся самые бесполезные жители для деревьев но самые полезные жители для нас мы сейчас идем домой и я тебе покажу то что подписчики построили на предыдущем стриме давай выходи так я пойду поищу транспортную компанию друг приехала потому что у меня теперь есть изумрудики я могу себе позволить саженец березы да да слушай как как иди сюда сюда давай сделаем так я тебе подарю саженец акации забирай его выдавайте не будешь так бесполезно тратить изумруды на какие-то саженцы хорошо подожди это саженец акации а мне нужен саженцы березы поэтому не путри мне голову хорошо и ты за этот саженец 5 изумрудов до готова отдать лучше бы ты подписчиками ходала почему я должна отдавать подписчикам эти изумруды я хочу саженец березы даже если он будет стоить 10 изумрудов я дам значит 10 за него пошли за мной я тебе покажу почему ты должна отдавать изумруды подписчикам потому что они построили катя вот это вот так это у нас что что это у нас пошли я тебе покажу на моих стримах и убези 100 крылором на них стримах выстрел крыбера гиби строк рыбан у нее рукой ты жива белья ве возгля reminding death of you и убей ты миссторы клиппать возьми меч рублей я не мог я сосредоточен о чем ты сосредоточена чтобы рукой его убить к ахтarma убивает стек contribute ракеbrush поди дрогит можно пока ты его убьёшь. Убила же, видишь, могу, умею, практикую. На моих стримах, которые проходят каждый вторник, четверг, субботу, во сколько времени, Катя? В 7 вечера по Москве. Вот. На предыдущем стриме мы начали строить огроменный мост. Ну, я построил огроменный мост, потом его перестроил, потом его ещё раз перестроил, потому что он мне не нравился. В конечном счёте он примерно какой-то вот такой получился. А чё он дырявый-то? Да, потому что я его ещё не достроил. А потом подписчики начали строить Катюха будущее кладбище. Они как бы начали его строить, но, как ты видишь, до конца его ещё не достроили. Вот за это я и должен им заплатить почти стак изумрудов, а то они как бы за бесплатно же работать не будут. То есть они у тебя теперь гробовщики, да? Ну, да, вот тут несколько могил, вот здесь гроб. Залезь вот туда, залезь вот туда. А давай я не буду заводить, а это что за комната? Это склеп! Там люди, там вот это животных хоронят! Ты сейчас в склеп зашла, Кать! Ну, сейчас выйдем, подожди. Так, где кнопка? Ага, всё, нашла. Заживо себя похоронила только что. Слушай, ну, как бы, это всё очень здорово, но кладбище-то не достроено, значит, изумрудов они тоже не достоины. Как бы, да, кладбище они ещё не достроили, но у них великое будущее. Вот я тебе говорю, вот зацени, какой гроб построила Стасик. Вот давай, вот давай, залезай, залезай в него. Я залезу тут только ради Стасика. Ага. Всё, вот так, вот смотри, настоящий вылитый гроб. Вот, открываем здесь. Опа, вот так. Опа! Очень смешно, конечно. Опа, закрыли. Опа, Дракула, вот это Катюсик опять выкукивает. Опа, опять закрыли. Оп, вот так. Ну, видишь, как хорошо. Всё, я могу вставать отсюда? Нет, ты лежи там до конца серии. Да, ну, Кать, залезь обратно. Пам, ложись. Ложись ты, я хочу тоже посмотреть на тебя. Опа. Опа. Ха-ха-ха. Опа. А на коль чёрт-то нам это кладбище сдалось здесь вообще? А-а-а. Ну, ты, походу, забыла, что происходило в нашем сезоне выживания с его самого начала, да? Ну, если да, тогда пошли за мной, я тебе покажу. Зачем нам кладбище, которое Катя всё это время не хотела строить? Угу. В первую очередь, Лизочка, не может же она здесь быть возле Филиппа, он же будет постоянно по ней скучать, хоть он её и не любил, но надо же её куда-то переместить, логично? Ну, логично, с одной стороны. Идём дальше. Здесь у нас находится мастер, который сколько здесь лежит? С 2019 года, то есть он здесь лежит, наверное, с декабря. Кать, посередине всего города у нас просто могила, как какой-то достопримечательность, достопримечательность. Выйди, зайди нормально заново, скажи. Сейчас, давай я перезапишу, как будто этого не было. А здесь, посередине города, у нас лежит могила мастера с 2019 города. Она служит нам, как будто какой-то достопримечательности. Какого города, блин? У нас здесь лежит могила мастера с 2019 года, я сказал, города. Да. С 2019 года, которая служит нам, что, как будто какой-то достопримечательностью. Молодец, всё горячее, я поняла тебя. Ну так вот, пошли дальше. А вот здесь у нас находятся три могилы безымянных жителей. Житель номер один, житель номер два и житель номер три, которых кокнул, а ты, между прочим, тогда, когда сносила нафиг мой вот этот весь завод железных големов, а? Ну, допустим, не я, а обстоятельства непреодолимой силы. Начнём с этого. Уже пять могил. Это не учитывать Филиппа первого, который потерялся. Это не учитывать Германа, который потерялся. Герман это вообще наш оцелот. Не учитывая всех каролин, которых ты убиваешь практически каждую серию. Не учитывая вот всех остальных. Хорошо, хорошо, хорошо. Всё, я поняла. Я согласна, что кладбище разбросано у нас по всему городу как цветы. Поэтому надо, чтобы это было всё в одном месте. Ты прав. Надо, чтобы память сохранялась в памяти. И эта память будет находиться на кладбище. Лизочка, где ты, моя девочка? А тебе мы самое красивое место предоставим. Будешь у нас там красотка просто. Да. У тебя будет самая элитная хата на всём кладбище. Это мы тебе обещаем. Я так привыкла жить одной тобой. Одной тобой. Встречать рассвет и слышать, как проснёшься не со мной. Кать, она уже не проснётся. Она в могиле. Ну ладно, всё, тогда я курочку оставляю и пойдём. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»